Камала Харрис заявила о том, что она не будет вести прямые переговоры с Путиным об окончании войны в Украине без участия в Киеве. Когда ее спросили, это было на программе 60 минут, одна из главных программ американских о политике. Ее ведущий спросил, готова ли она встретиться с российским президентом. Чтобы провести переговоры об окончании войны в Украине. На это было сказано, не на двусторонней основе, без Украины нет. Украина должна иметь право определять свое будущее. В то же время, вот сейчас вышла книжка Вудворта, известного американского журналиста, расследователя, лауреата полицейской премии. Где он говорит о том, что Трамп за период уже после своего президента пять раз разговаривал с Путиным. То есть, ну вот разница между, принципиальная разница между позицией двух кандидатов. Еще из существенных новостей, это вчерашнее заявление министра обороны Южной Кореи, который выступил в парламенте и сказал, что Северная Корея вполне может направить свои регулярные войска в Украину для поддержки России. Основывается министр обороны Южной Кореи на том самом договоре, который был об углублении сотрудничества между КНДР и Россией, который был подписан Путиным и Ким Чен Иным. И значит, здесь уже было заявлено о намерении КНДР направить свои инженерные войска на оккупированные России территории. То есть, речь тогда не шла об участии непосредственно в боях, но речь шла именно о том, что инженерные войска туда поедут и будут строить какие-то сооружения на территориях оккупированных России. Но здесь более-менее очевидно, что как только северокорейские войска окажутся в распоряжении российских войск на территории, в которой оккупирована Россия. Еще один эпизод, который характеризует резкое изменение отношений российской власти к зет-патриотам. Это задержание так называемого 13-го. То есть, это ультрапатриот Егор Гузенко, который в резкой конфронтации с федеральными каналами был. Но вот это вот Джабба Гадюкин, который постоянно более-менее существует между федеральными каналами российскими, скажем так, официальными патриотами и зет-ультрапатриотами, он закончился тем, что Егор Гузенко был, так сказать, задержан. Он неоднократно критиковал российскую власть, заявлял о том, что страну захватили предатели. Ну, это такой вот классический вариант Геркинского, Пригожинского. Ну, вот Егор Гузенко в настоящий момент арестован. Очень, ну, это, в общем, довольно характерно. И я думаю, что в конечном итоге всех этих зет-патриотов предавят, потому что, в общем, российской власти совершенно не нужны вот эти вот крикливые, скандальные люди, которые, на самом деле, мало чего прибавляют с точки зрения поддержки, но мутят водой. Ну, так же, как вот Геркин, который критикует Путина, там, тот же самый Пригожин, который орал, что, значит, недостаточно умело и интенсивно ведет Путин войну, я думаю, что в конечном итоге их приведут к общему знаменателю. В конечном итоге это идет. Процесс идет. Теперь немножко про деньги. Значит, вот сейчас запущена очередная гонка выплат за подписание контракта. Это, значит, пока в лидеры выбилась Белгородская область, которая, значит, местный главарь Вячеслав Гладков объявил о том, что те люди, которые подпишут, жители региона, подчеркиваю, которые подпишут контракт с Минобороны, единовременно получат, значит, в совокупности 3 миллиона рублей. То есть, вот пока они в лидерах находятся. Вот эта гонка, она, конечно, приводит, с одной стороны, к изменению статистики, когда вроде бы, значит, общий уровень жизни поднимается. Потому что, ну, понятно, что средняя арифметическая, средняя палата по больнице, когда кто-то живет на пенсию 15 тысяч рублей и на зарплату там 20, 30, 40 тысяч рублей, а есть люди, которые получают по 3 миллиона рублей, понятно, что получается иллюзия, что, в общем, в целом народ стал жить лучше. С другой стороны, откуда эти деньги? Понятно, что эти деньги, они явно из социального бюджета, поэтому, в целом, безусловно, речь пойдет о общем снижении уровня жизни. И еще важная вещь, поскольку все эти деньги, они тут же, мгновенно окажутся выброшены на рынок, и они будут разгонять инфляцию. То есть, более-менее понятно, что в целом, вообще, вот такого рода гонка, региональная гонка выплат, она, в общем-то, приведет к ухудшению ситуации в стране. Но, тем не менее, она есть. Есть еще одно соревнование, очень интересное, за которым, так сказать, ну, так, с неким равнодушным, немножко равнодушным интересом можно наблюдать это. Вы знаете, как мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. И вот, значит, коррупционеры в России, я считаю, что, по-прежнему считаю, что коррупционер российский, это один из лучших друзей украинских вооруженных сил Украины, потому что все украденное из бюджета, особенно из бюджета военного, это все, так сказать, недополученные снаряды, недополученные ракеты, которые не полетят в сторону Украины. Так вот, герои этой гонки, значит, вот только что прошла информация, что некий столичный следователь Марат Тамбиев поставил абсолютный рекорд по получению взятки. Это взятка в 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Ну, цифра, так, с трудом умещающаяся в голове. Основную часть этой суммы он получил биткоинами, поскольку он, этот замечательный человек, он, значит, взял эту взятку за то, чтобы отмазать от уголовного дела двух хакеров. Ну, вот такой вот замечательный человек. Итак, рекорд пока 7 миллиардов 300 миллионов. Значит, одновременно пытается не отставать от него, но пока все-таки отстает. Это знаменитый замминистра обороны Тимур Романов, который получил новое обвинение. И один из этих эпизодов, это растрата более 3 миллиардов рублей. То есть, так сказать, деньги банка Интеркоммерс были переведены на некие сторонние фирмы. То есть, ну, в общем, короче говоря, обвинение в хищении 3 миллиардов рублей. Ну, и плюс еще второй эпизод нового обвинения Иванова, это растрата на сумму более 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Ну, вот, так сказать, отстает немножко. Знаменитый полковник Дмитрий Захарченко, который долго держал рекорд, поскольку он украл, значит, 1 миллиард 400 миллионов, он уже, насколько я понимаю, опустился на третье место. Вот такая вот интересная гонка происходит в Российской Федерации. С интересом следим за ним и, в целом, я бы сказал, сочувствуем. Потому что чем больше они украли, тем меньше, тем меньше, так сказать, у Путина остается денег на войну с Украиной. Поэтому я думаю, что надо учредить. Я думаю, вот, ну, в конечном итоге у нас главный по, главный по коррупции, это фонд борьбы с коррупцией. Я обращаюсь к руководству фонда борьбы с коррупцией, чтобы они учредили какой-нибудь приз, ну, не знаю, денежный, вряд ли здесь уместно, но какой-то символический приз лучшему коррупционеру России, который мог бы оказаться действительно лучшим помощником вооруженных сил Украины. Теперь главная тема. Главная тема, это как раз связано с несколькими событиями, в частности, двумя главными событиями, которые, как мне кажется, связаны между собой и являются свидетельством некого серьезного процесса, который происходит в украинском руководстве и среди главных союзников Украины, политического и военного руководства Соединенных Штатов Америки и других стран, которые помогают Украине выстоять в этой войне. Итак, культура отмены по-американски и по-украински. Стало известно, что Байден не приедет на встречу Рамштайна, как официально было объявлено, что причиной этого является ураган Милтон, который накрывает американское побережье. Пресс-секретарь Виллодона дома Карин Джанпьер сообщила о том, что Байден не приедет. Он должен был завтра вылететь в Германию для участия в начале разговора в формате Рамштайн. Он должен был встретиться с главами ФРГ, Британии и Франции. Этого не будет. То есть завтрашняя встреча не состоится. И не состоится личное участие Байдена во встрече в формате Рамштайн, где он должен был председательствовать. То есть очень многие, в том числе и ваш покорный слуга, именно поэтому придавали какое-то особое значение вот этой встрече в Рамштайне. Потому что, ну, в общем-то, понятно, что если не министры обороны, а главы государств встречаются, то, ну, чего-то надо ждать. Они же зачем-то должны были туда приехать. Я не знаю, сохранится ли участие глав других государств во встрече Рамштайна, но отсутствие Байдена, мне представляется, это серьезное изменение, это серьезное изменение в целом, ну, скажем так, политического значения этой встречи Рамштайна. То есть, значит, ну, скажем так, давайте разберемся. Ураган. Значит, там один ураган, последствия другого урагана. Безусловно, Байден это не Путин, который полностью игнорирует любые стихийные бедствия, любые наводнения, вообще все, что угодно, ему наплевать, это понятно. Поэтому желание американского президента быть, что называется, со своим народом, когда этот народ терпит стихийное бедствие, оно более-менее понятно. Ну, скажем так, у меня, ну, рискну сейчас, навлечь на себя гнев той части аудитории, которая находится в Соединенных Штатах Америки и являются, как и многие недавно сравнительно переместившиеся российские граждане в Соединенных Штатах Америки, становятся большими патриотами США, чем сами американцы. Это нормально. Вот, новая Родина, значит, благодарность за то, что дала, за то, что приютила, это все понятно. Но, в данном случае, я позволю себе высказать некоторые сомнения. Насколько личное участие президента Соединенных Штатов Америки, именно личное участие президента США в контроле за процессами, так сказать, предотвращения стихийных последствий, печальных последствий стихийного бедствия, или восстановления разрушенных, разрушенной ураганом инфраструктуры. Насколько здесь личное участие президента Соединенных Штатов Америки критично, потому что все-таки, подчеркиваю, США это все-таки не Россия, которая в ручном режиме управляется. Если Путин что-то не скажет, то ничего делаться не будет. У меня сильное подозрение, что, поскольку Соединенные Штаты Америки это действительно соединенные, объединенные государства, Штат это, по сути дела, государство, и все вопросы, связанные с восстановлением, они и с предотвращением каких-то печальных последствий, они в основном лежат на руководстве Штатов. И у меня все-таки сильное подозрение, что личное участие Байдена здесь не критично. А вот его отсутствие на Рамштайне критично, потому что он планировал там встретиться с Зеленским, он там планировал в целом председательствовать. Ну и в принципе, более-менее понятно, что, так сказать, затевалось какое-то принятие серьезного решения. Потому что невозможно было приехать на саммит в Рамштайне и ограничиться какими-то общими словами о поддержке, так сказать, и осудить агрессию. Ну, так не бывает. При всей, так сказать, политкорректности, при всей уклончивости, увертливости западных политиков, но собрание, личное собрание глав государств не могло обойтись без каких-то серьезных решений. И что это за серьезные решения планировались здесь, я не буду гадать, но тем не менее, явно что-то готовилось. И не получилось. То есть, значит, я просто хочу зафиксировать некоторые вещи, которые были перед этим. Почему я считаю, что действительно срыв, ну, скажем так, я, может быть, немножко огрубляю, но все-таки скажу, срыв чего-то, что предполагалось провести. То есть, отмена чего-то более существенного, чем просто физический визит Байдена. Потому что, смотрите, значит, вот, ну, что говорило, что говорило как раз пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер, буквально накануне вот этой отмены визита, этот визит подчеркнет преданность поддержку трансатлантической безопасности, говоря об Украине, украинской самообороне, это будет важной частью визита, продолжение поддержки всех возможных действий, чтобы остановить украинскую, российскую агрессию. Значит, особо хочу подчеркнуть то, как отреагировал на, так сказать, предполагаемый визит Байдена на Рамштайн президент Зеленский. Вот, что он говорит. Он ожидает, что следующая неделя может стать исторической для обороны Украины. По его словам, на Рамштайне ожидаются важные решения. То есть, ну, по крайней мере, ожидали чего-то, ожидали чего-то исторического. скорее всего, ничего этого не произойдет. Скорее всего, о чем-то историческом не договорились. И, ну, скажем так, мне очень не хочется там приводить какие-нибудь саркастические аналогии, но, в любом случае, здесь явно вот какое-то историческое решение, которое должно было быть принято на этом Рамштайне, его не состоялось. То есть, не договорились, думают. Явно идет какой-то процесс переосмысления того, что происходит на войне, переосмысление того, как должна закончиться война. И еще одним доказательством этого является отказ Украины от проведения в ноябре второго саммита мира. об этом было заявлено только недавно. Советница главы Офиса Президента Украины Дарья Заривна сообщила о том, что в ноябре второй саммит мира не состоится. Объяснила тем, что к ноябрю будут закончены все мероприятия, которые необходимы для проведения форума, но второй форум мира не состоится. К этому событию, к отмене этого саммита мира приврочена еще и довольно такая спорная статья Блумберга, в которой говорится о том, что Владимир Зеленский готов обсуждать условия переговоров с Россией и закончить войну. Блумберга. То есть не очень понятно, на чем основываются источники Блумберга, но по крайней мере такая информация не первый, не второй, не третий раз появляется. По словам источников в офисе президента Украины, опять это ссылка на Блумберг, значит план победы, который был предложен Зеленским в Соединенных Штатах Америки, встретил прохладный прием в Вашингтоне. И то, что на самом деле в Соединенных Штатах Америки политическое военное руководство попросило Зеленского значит сформулировать дорожную карту конкретную того, что ему нужно на следующий год и в общем видимо они оказались неудовлетворенными тем, что то, что было предложено. То есть не конкретно по... Ну опять-таки это источники Блумберга я здесь только транслирую. То есть короче говоря есть у меня некоторое предположение которым я с Вами делюсь и которые я заложил в вопрос для того, чтобы сверить с Вами часы есть ощущение что нечто предполагаемое на конец этого года многочисленные разговоры о том, что в конце этого года война будет завершена горячая фаза по крайней мере и в этой связи предполагались какие-то решения предполагались так сказать какие-то решительные меры направленные на завершение войны видимо это не состоится то есть по крайней мере так сказать другие причины которые как-то объясняют почему почему Байден не едет на Рамштайн другие причины которые объясняют почему в ноябре не состоится второй саммит мира мне они кажутся неубедительными потому что ну ураган да ну что что Байден физически своим телом остановит ураган конечно нет значит отсутствие отсутствие каких-то слов которые должны были произнести на втором саммите мира как поскольку там ссылаются на то что идут конференции подготовительные ну опять-таки тоже достаточно неубедительно то есть очевидно что что-то идет не так что именно я думаю что мы узнаем в ближайшее время во всяком случае вот такое у меня сложилось ощущение по итогам вот этой вот ну скажем так дня отмены который произошел в Украине и в Соединенных Штатах Америки я задавал вопрос вам дорогие друзья за 10 минут прошедшие после опубликования опроса поступило 434 голоса 434 участника опроса и вот давайте посмотрим какие результаты является ли отмена визита Байдена на саммит Амштайна и отмена Зеленским второго саммита мира частью одного процесса переосмысления руководством Украины и ее союзников в ходе войны и перспектив его завершения да является 57% нет нет не является 25% затруднились ответить значит 18% ну скажем так я посмотрел сейчас какая ситуация по опросу ну примерно примерно такая же немножко колеблется я уже вчера мы с вами говорили о том что даже если вот сейчас 434 участника опроса если ну я думаю что через несколько дней если мы посмотрим то мы увидим что в опросе примут участие ну в среднем порядка 20 тысяч принимают участие в опросе люди которым это интересно которые хотят сверить часы с нами со всеми и здесь ну ситуация как правило если меняется то на 1-2% в ту или иную сторону значит я по-прежнему считаю что участие в опросе не ограничивается вот моментом публикации потому что желание сверить свои часы значит свое представление о том как обстоит дело по тем или иным вопросам с коллегами с практически единомышленниками это полезное дело так что продолжайте участвовать в опросах мне кажется я прекрасно понимаю что эти опросы это не опросы общественного мнения в России или где бы это ни было еще но понять что думают единомышленники ну в целом политические единомышленники это мне кажется полезное полезное дело ну так это часть вот этого совместного думания часть совместного думания эти опросы являются такой инфраструктурой этих наших совместных размышлений поэтому будем их продолжать перехожу к ответам на ваши вопросы Виктория вот такой вопрос задает опять мы возвращаемся к вопросам на которые Игорь Александрович кажется еще не ответил почему получилось так что в североатлантической цивилизации жизнь каждого отдельного человека настолько ценнее чем в остальном мире кстати не думаю пишет Виктория что его ответ будет бесспорным и всеми приметом но мнение его знать интересно очень ну уважаемые Виктории конечно поскольку наша аудитория наша аудитория нашего с вами канала и мы все и вы в частности люди с критическим складом ума поэтому все что я говорю воспринимается критически и это и это то что чего я собственно говоря и добивался создавая этот канал и называя главной целью этого канала вместе думать вот поэтому когда ты вместе думаешь то естественно возникают разногласия и это нормально другой вопрос что характер дискуссии для того чтобы вместе думать это не значит бить друг друга в споре по голове канделябрам это мешает совместному думанию вот недавно я вчера опубликовал малюсенький фрагмент из дискуссии на форуму свободной России которая как мне кажется проиллюстрировала знаменитую знаменитую так сказать юмореску Жванецкого по поводу искусства спора вот к сожалению как раз и на форуме свободной России возникают вот такие вот забавные эпизоды как они сейчас вот висит у меня на нашем канале маленький фрагмент 10-минутный фрагмент дискуссии на панели форума свободной России очень забавная история была можете посмотреть так вот отвечаю на ваш вопрос евроатлантическая цивилизация отличается от других регионов мира тем что в ней изначально формировались и это кардинальное отличие некоторые инфраструктуры демократии прав человека с одной стороны это этому предшествовало и способствовало формирование гуманистической мысли то есть гуманизм как целое направление общественной мысли общественных настроений сформировалось именно сначала в античной цивилизации которая была частью значительной частью истоком фундаментом евроатлантического мира с другой стороны это так сказать христианство которое проповедовало гуманизм как одно то есть гуманизм я сейчас не говорю о практике христианства которая была зачастую античеловеческой я говорю об идее христианства это это любовь это милосердие это как раз так сказать то самое в отличие скажем от значит античных религий древней Греции древнего Рима в котором в общем-то места гуманизма не было а здесь как раз в основе христианства была любовь любовь к человеку то есть здесь то итак античность античная мысль гуманизм в античной мысли христианская религия ну и наконец просвещение которое сформировало новый этап гуманизма то есть сначала я бы начал с того что в общественной мысли евроатлантической цивилизации гуманизм ценность человеческой жизни заложена достаточно серьезно это раз второе инфраструктура инфраструктура гуманизма которая заключается в том что ценность человеческой жизни она так сказать защищается разделением властей когда ни одна из властей то есть что препятствует ценности человеческой жизни жизни в так сказать не европейских цивилизациях это диктаторский характер власти возможность власти делать все что угодно с человеком а здесь нет этого здесь есть защита разделение властей независимость судебной власти свободная пресса и так далее то есть ну вот если коротко то две вещи это общественная мысль которая в странах евроатлантической цивилизации была в основном гуманистической и второе это инфраструктура прав человека которая по сути дела представляет собой вот комплексную такую инфраструктуру демократии которая защищает человека ну вот если я понимаю что я ничего ничего нового не сказал но мне представляется что ну это достаточно очевидные вещи и мне кажется именно поэтому ценность человеческой жизни в евроатлантической цивилизации намного выше хотя и в других странах мира идет все-таки в значительной степени ну скажем так перенимание вот этих вот основ гуманизма которые которые заложены в евроатлантической цивилизации вопрос Владимира Викторовича недавно во время посиделок в русской глубинке разгорелся жаркий спор о том что такое патриотизм и что такое родина мнение по поводу патриотизма высказывались разные отсылок на Толстого который говорил о патриотизме как средство управления людьми и заключал что патриотизм есть рабство и упоминание знаменитого выражения которому более 150 лет о том что патриотизм это последнее прибежище негодяев до наиболее популярного русиана определения что патриотизм это любовь к родине и вопрос который задает Владимир Викторович что по вашему мнению патриотизм в современном мире и чем он должен проявляться применительно гражданам России по крайней мере к тем из них кто находится на правильной стороне истории попутные вопросы что такое родина как можно любить родину которая повинна во множестве преступлений против своего других народа ну сначала я хочу процитировать то что вам Владимир Викторович написали в комментариях написала Мирабелла ну можно я цитирую ее ответ ну можно просто прочесть слова Михаила Живанецкого патриотизм это четкое ясное хорошо аргументированное объяснение того что мы должны жить хуже других по-моему вполне убедительно ну а теперь мой ответ понимаете я согласен со всем сказанным со всеми цитатами и Толстого и Живанецкого и других другие знаменитые цитаты но мое убеждение заключается в том что патриотизм в демократических странах и в тоталитарных странах это принципиально разные явления почему потому что в демократических странах где граждане формируют власть и влияют на ситуацию в своей стране вполне возможно патриотизм это действительно слушайте когда в Израиле люди идут умирать за свою родину они идут умирать за ту страну которая обеспечивает им нормальную жизнь которая они то есть понимаете я скажем так скажу ну фразу которая мне кажется ключевой в оценке патриотизма вы знаете любовь к родине должна быть взаимной вот любовь к родине должна быть взаимной и это принципиальное различие между патриотизмом в демократических странах и в тоталитарных значит в демократии когда украинцы идут защищать свою страну то они понимают что они я понимаю всю сложность сейчас все что сейчас происходит но тем не менее они защищают ту страну которая в принципе создает им какое-то условие для жизни когда в Израиле идут в армию и гордятся этим и защищают свою страну они защищают ту страну которая их любит вот Израиль любит своих граждан извините за такое публицистическое определение но я готов вот эту публицистику доказать научно понимаете то есть да это это пафос но тем не менее под этим пафосом скрывается громадная глыба логоса и Израиль любит свою любит своих граждан вот поэтому патриотизм в Израиле принципиально отличается от патриотизма в России а в тоталитарных диктаторских режимах таких как Россия Северная Корея патриотизм это извращение потому что любовь к Российской Федерации которая ненавидит своих граждан которая их посылает на убой непонятно за что которая свой бюджет делает бюджетом смерти это мазохизм это извращение и поэтому когда немецкие патриоты выступали за поражение своей страны и воевали со своей страной которая называлась тогда Третьим Рейхом то это было проявление патриотизма в том смысле что они хотели чтобы это вот это вот не Родина чтобы она умерла и на ее месте появилось что-то более-менее нормальное ну вот примерно так как я это вижу то есть опять-таки патриотизм в тоталитарных и в демократических странах принципиально отличается отличается тем что в конечном итоге да патриотизм любовь к своему отечеству я сейчас не беру разницу между отечеством и его превосходительством потому что на самом деле в настоящий момент невозможно разделить опять все разговоры о том что можно любить Российскую Федерацию но не любить путинский режим не получается не получается потому что сегодня Российская Федерация это страна которая воюет и которая ненавидит своих граждан любовь к Родине должна быть взаимной тогда это нормально а иначе это мазохизм вот что что я по этому поводу хочу сказать Алексей Алексеевич во вчерашнем вашем интервью другому каналу резанула фраза представителя творческой интеллигенции поддерживающей войну разве это не взаимосвязывающие понятия интеллигенции и война уважаемый Алексей Алексеевич я думаю что можно конечно долго воевать на лингвистическом фронте пытаясь выяснить что же такое интеллигенция я все таки и понимаете сакрализация этого слова нагружение его огромным количеством позитивных признаков позитивных коннотаций и превращение значит интеллигенции ну скажем так ограничение круга людей которые описывают это понятие ну там условно говоря Андреем Андреевичем Сахаровым Ковалевым там Скобовым то есть ну тогда вообще интеллигенция превращается просто в очень ограниченный круг людей из которого вычеркивается ну основная часть тех кого в принципе надо туда включать я считаю ну как можно конечно говорить о том что всякий человек который придерживается других по сравнению с нами взглядов не является интеллигентом ну тогда мы начинаем приписывать интеллигенции целый ряд атрибутов которые ну точно не входят в это понятие то что представители творческих профессий являются по ну давайте заменим давайте заменим слово интеллигенция словом образованщина да солженицынский термин можно и так но мне представляется все таки это излишне я считаю что да действительно то есть понимаете получается так что вот жила-была творческая интеллигенция потом вдруг она стала поддерживать войну и тут же ее надо выписывать вычеркивать из понятия интеллигенции ну наверное это излишне наверное это это как бы задним числом подведение изменения содержания понятия под в силу конъюнктуры поэтому я думаю что да действительно творческая интеллигенция часть значительная часть творческой интеллигенции поддержала войну к сожалению это так я от этих слов не отказываюсь Лина послушала сегодня вашу беседу с Лариной и Корвангалеевой в ходе беседы вы говорите извините если не точно что Россия это империя без метрополии стандартном понимании этого слова могли бы вы объяснить что это значит и почему Москва не метрополия значит это часть моих размышлений на канале Ксении Лариной и на канале Фариды Корбангалеевой было посвящено особенностям Российской империи она действительно отличается кардинально от тех классических империй таких как Римская империя у которой в общем более-менее четко отличалась метрополия от колонии от таких империй как Британская Французская Испанская Португальская у которых вообще колонии были заокеанскими то есть они была четкая локализация вот метрополия и вот значит где-то за океаном колония в Индии в Африке еще где-то и так далее то есть это в России нет такого где метрополия что такое метрополия скажем так сказать что колонией являлась Сибирь а европейская часть является метрополией абсурдно потому что на самом деле и в европейской части значительная часть этой территории была колонизирована та же то же самое казанское ханство астраханское ханство которое было явно были превращены колонизированы они находятся в европейской части не получается вот Москва Москва как метрополия ну скажите мне пожалуйста да Москва действительно так сказать именно как регион высасывает из высасывает из значит из остальной части России соки но тем не менее Москва тоже фактически колонизирована потому что ну понимаете вот ситуация когда во главе Москвы становится Собянин человек абсолютно чуждый Москве человек который не 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 любит не понимает Москву то есть это тоже колонизация поэтому я думаю что я убежден в том что на самом деле значит метрополией является политическая власть Кремль Старая площадь и так далее не существует особенность вот этой российской сухопутной империи заключается в том что в ней не существует географически локализованной части которую можно назвать метрополией именно скажите что москвичи каким-то образом участвуют в принятии решений в отношении регионов нет конечно конечно нет то есть на самом деле в условиях Российской России и императорской России Советского Союза в условиях постсоветской России метрополией является федеральная власть ну такая вот своеобразная империя такая своеобразная империя и у нее много особенностей одна из особенностей заключается в том что колонии в целом во многом являются убыточными для Российской империи это было и в 19 веке это и сегодня тоже вот сегодня превращая в колонии новые регионы которые оккупированы и аннексированы у Украины Россия вкладывает в бюджете гигантские деньги там свыше триллиона рублей заложено на финансирование этих новых регионов то есть оккупация украинских земель не дает положительного баланса там да крадут украинскую пшеницу это правда но это не покрывает тех гигантских расходов на поддержание вот этих новых колонизированных территорий то есть колонизация России невыгодна вот что она является средством удовлетворения имперских амбиций то есть империя как самоцель в отличие скажем от всех других империй которые были в прошлом в недавнем прошлом то есть британская империя она существовала как серьезный коммерческий экономический проект а российская империя таковым не являлась просто по факту не являлась Россия захватывала гигантские куски которые она не могла переварить Россия до сих пор не переварила Сибирь ну вот был один единственный акт разумности когда Россия захватила колонизировала Аляску ну этим гигантским куском она подавилась и она от нее отказалась продала Аляску вот то есть ну точно такая же ситуация с Сибирью она Сибирь не переварена Россия до сих пор не может освоить Сибирь проглоченное оно так остается внутри внутри Российской империи не переваренным куском Любовь Маркова Александр мне увы не повезло и мои теперь бывшие друзья и самые печальные родственники все против Украины все поддерживают Россию это моя личная трагедия рву связи учить жить в одиночестве но вот дочь назвала меня одержимой из-за моей очень четкой ясной позиции по Украине и я задумалась что такое одержимость вообще если я имею свое мнение и оно неизменно если я достаточно эмоционально его озвучиваю если об этом заходит речь в чем-то присутствии если я всей душой желаю победы Украины и как и многие сейчас жду скорого избавления планеты от главного мирового зла Путина если я как и многие сейчас вижу ежедневные новости о новых трагедиях Украине и достаточно эмоционально переживаю я одержимая спрашивает Любовь Маркова значит любой кто всей душой болеет сейчас за скорое освобождение Украины и читает и пишет сам на эти темы одержимый самое печальное и смешное одновременно пишет Любовь Маркова что если прочесть медицинское определение одержимости то таки да одним из характеристик одержимости является постоянный интерес к чему-то сильная эмоциональная вовлеченность и так далее так можно ли меня назвать одержимой если все так как я сейчас описал или нет уважаемая Любовь Маркова значит в понятии одержимости есть несколько аспектов фактически они настолько различны что их можно считать аммонимами то есть одно слово означает совершенно разные вещи есть медицинский аспект то есть одержимость является медицинском в медицинском смысле является одним из признаков психического отклонения шизофрения там это может быть маниакально депрессивный психоз и так далее то есть это медицинский психиатрический термин есть религиозный аспект когда одержимыми признаются люди по мнению сторонников той или иной религии одержимыми бесами вот а есть бытовой аспект когда одержимость не является вообще никаким отклонением а является одной из норм ну например человек одержим работой ну слушайте приверженность к своей работе желание делать ее лучше то же самое это подчинение разума то есть если брать характеристика что такое одержимость это подчинение разума человека чему-то какой-то мысли или желания и действия и повседневные действия направлены на реализацию этой мысли или этого желания это одержимость одержимость работой одержимость спортом одержимость любовью одержимость каким-то хобби если Если она охватывает полностью человека, и у человека не остаётся вообще ничего другого, то это можно назвать болезненной одержимостью. Является ли это обязательно медицинским признаком психического отклонения? Не обязательно. Но в любом случае одержимость в нашем с вами, то есть в том случае, который вы описываете, это не медицинский, не религиозный термин. Это вполне разновидность нормы. И я могу сказать, так же как и вы, я одержим стремлением добиться победы Украины. Я одержим стремлением увидеть крах Путинского рейха. Да, в значительной степени это охватывает мою жизнь, это подчиняет в значительной степени, это стремление, это желание, в значительной степени подчиняет себе всю мою жизнь. Времени не остаётся на многое другое. Означает ли это психическое отклонение? Нет, не означает. Это в конечном итоге часть нормы. И более того, я должен вам сказать, что ни один человек, который добился в своей жизни серьёзных успехов в науке, в культуре, в бизнесе, все эти люди являются одержимыми. Ну, как правило, по крайней мере. Все они являются одержимыми. Значит ли это, что они все имеют психическое отклонение? Нет, конечно. Так что, уважаемая Любовь Маркова, вы абсолютно нормальный человек, а дочь ваша, которая так вас характеризует, ну, она, не буду про неё ничего не говорить, она ваша дочь. Ну, просто объясните ей, что такое одержимость в медицинском плане, что такое одержимость как часть нормальности. Понимаете? Вопрос от пана Степана. И, да, на прошедшем 13-м форуме было сказано, что нынешние скандалы в оппозиции, это вполне вероятная операция ФСБ. Мне тоже так кажется, но не думаете ли вы, что это может стать и неким очищением для российского сопротивления? А именно при уменьшении роли пострадавших от грязных бомб ПВК и группы Ходорковского, на первое место выступает не пострадавшая от них часть сопротивления. Форум свободной России. Правда, это не политическая партия, а лишь место сбора для различных представителей сопротивления, не входящих в первые две группы. Но это весьма заметные и достаточно многочисленные его представители. Может быть, стоит подумать и о преобразовании форума в некое движение, способное на какие-то активные действия, помимо благотворительности, как сейчас. И тут же второй вопрос. Почему на форуме не было Владимира Кармузы и был ли он приглашен? Ну, я сначала отвечу на второй вопрос. Он очень простой. Я не вхожу в руководство форума. То, что меня приглашают на него постоянно, это воля руководства. Приглашают, прихожу, когда могу. Вот, значит, что касается, поэтому я не могу точно сказать, вот, стопроцентно. Но, зная в целом ситуацию, я абсолютно убежден в том, что Владимир Кармуза был приглашен. Почему не приехал? Ну, скажем так, я не хочу делиться какими-то домыслами. Не приехал, потому что был, наверное, занят другими делами. Точка. Но был приглашен, я в этом абсолютно уверен. Я уверен, что приглашали Кармузу. Это вот сто процентов. Думаю, что приглашали и Пивоварова, и Яшина. Ну, каждый из них нашел более важные для себя дела, на что имеет полное право. Теперь маленькая ремарка насчет вашей подводки к вопросу. Это то, что, значит, я не считаю, что, так сказать, вот здесь, так сказать, очищение какой-то вот, скажем, команды Ходорковского. Понимаете, грязная бомба, которая брошена в Ходорковского, она, на самом деле, настолько очевидно пролетела мимо цели. Что мне кажется, что никакого серьезного ущерба Ходорковский, а тем более его, я не понимаю, что такое команда. Антивоенный форум, который фактически возглавляет Ходорковский, это большая команда из разных людей. Я думаю, что там они не пострадали от этой бомбы. Поэтому здесь вот у меня не вполне полное совпадение с вами в части подводки. Теперь, что касается главного вопроса. Превращение форума «Свободная Россия» в движение. Опять-таки, я не вхожу в руководство форума «Свободная Россия», но думаю, что, по крайней мере, в обозримый период такого действия не последует. Почему? Чем принципиально движение отличается от той площадки, которую представляет собой форум? Это превращение в движение означает не просто действия, которые совершает форум, а форум совершает действия. Это поддержка вот этих вот «Легионов свободной России» и других добровольческих российских объединений, которые воюют. Это различные движения, которые совершают отдельные участники форума и проекта. А вот если это превращается в движение, то тогда нужно мобилизовать на какие-то акции своих сторонников. Либо вводить членство, либо еще что-то. И это совершенно другая практика, на которую явно организаторы форума не готовы. Ну вот явно не готовы. Потому что я думаю, что сегодня и организаторы форума, и я тоже, мы не очень понимаем, каков потенциал действия людей, которые могли бы стать частью этого движения. То есть делать-то что? Ведь если движение, то надо куда-то двигаться. Надо объединять людей для того, чтобы что-то делать. А что делать? Понимаете? Вот на сегодняшний момент то, что форум делает, для этого не нужно движение. Для этого нужно просто, так сказать, головы участников и конкретные действия, которые могут совершать сами участники форума. А вот какое-то количество сторонников еще мобилизовывать на что-то. На что? Внутри России ни на что мобилизовывать ни один ответственный человек не будет. Потому что любое действие внутри России это тюрьма. И призывать делать что-то, что приведет к тюрьме, конечно, это безответственно. Что же касается, так сказать, политической миграции, то для того, чтобы создавать движение, нужна ясная программа действия этого движения. На что мобилизовываются сторонники? Что делает конкретно Каспаров? Конкретно там, так сказать, Тютрин? Или конкретно другие люди, которые входят в форум свободной России? Это понятно. А вот что делать сторонникам? На что мобилизовывать сторонников? Я, например, не очень уверен в том, что есть ясное понимание и у меня, и у других участников форума. Поэтому я думаю, что это сейчас не актуально. Людмила Котова спрашивает. Как вы относитесь к негативным высказываниям о вас, Елены Васильевой? Ну, во-первых, я ничего не знаю о том, что говорит обо мне Елена Васильевна. Ну, если коротко, никак не отношусь. Потому что не знаю, во-первых. А во-вторых, я не очень понимаю, что я должен с этим делать. Ну, негативно. Ну, вот недавно вышло видео от Айдера Муждабаева, который тоже обо мне что-то негативное говорил. И ко мне поступают постоянные вопросы с просьбами прокомментировать. Ну, не смотрел я это. Я даже не уверен, что я буду это смотреть. Там какие-то обвинения меня тоже в чем-то. Ну, давнишние мои разногласия и с Бабченко, и с Муждабаевым хорошо известны. Что к этому можно еще добавить, я не знаю. Превращать свою жизнь в бесконечный спор с людьми, часть из которых считают меня, я не знаю, агентом ФСБ, другая часть считает меня агентом Ермака, третья часть считает, что я, я не знаю, еще кто-то. Ну, хорошо. Это скучно. Не знаю я, что говорит обо мне Елена Васильева. И, откровенно говоря, не очень хочется знать. Ну, так факультативно, может быть, стоит поинтересоваться. Но никак я не отношусь. Бадди Крайст. Добавлю свои пять копеек в дискуссии об опросах. В некоторых из них, как мне кажется, бывает мало вариантов ответа. Например, вы спрашиваете о том, получится ли у Х сделать Y и даете вариант ответа. Получится, не получится. Затрудняюсь ответить. А если я считаю, что получится, но лишь частично? У другого респондента будет такое же мнение, как у меня, но я скажу, что затрудняюсь ответить. А другой подумает, подумает, ответит, что получится. В результате результаты получаются несколько смешанными. Бывают вопросы, где вариантов ответа всего два, и нет возможности сказать, что я затрудняюсь ответить. В этой ситуации часть респондентов либо ответит не то, что думает, либо вообще не примет участие в вопросе. И еще дилетантский вопрос. За жизнь приходилось проходить опросы самого разного качества. В некоторых из них была возможность ответить в таком духе. Не знаю, но хочу узнать результат опроса. Есть ли смысл в такой опции на вашем канале? И пользуется ли она в научной социологии? Последний вопрос самый простой. Этот вопрос не имеет отношения к опросу социологии. Потому что если есть ответ, не знаю, затрудняюсь ответить. А дальше уже отдельная такая опция «Хочу узнать результат опроса». Это может использоваться в медийных опросах, но это не может являться частью научно обоснованной шкалы. Так что на последний вопрос отвечаю отрицательно. А теперь по существу. Вы, уважаемые коллеги, затронули серьезный вопрос. Вопрос о том, какой должна быть шкала. Шкала ответов. И здесь есть четкое понимание того, как должна выглядеть шкала. Шкала должна отвечать нескольким требованиям. Я тут вынужден ответить не очень развернуто, но тем не менее более-менее. Потому что это действительно важно. Во-первых, это валидность. Первое требование к шкале должно быть валидной. То есть, она должна соответствовать тому, что она измеряет. То есть, она должна быть адекватной. То есть, если вы, например, задаете вопрос какой-то, и сами варианты ответа находятся совершенно в другом измерении, то это означает невалидную шкалу. Значит, дальше. Второе требование – это полнота. То есть, мы должны дать все возможные варианты ответа, которые существуют. То есть, если, например, вы задаете вопрос, поддерживаете ли вы или не поддерживаете такого-то человека, и в качестве вариантов ответов вы даете «только поддерживает», а не даете возможность сказать, что вы не поддерживаете. Ну, я так говорю, предельно грубую ошибку. То это означает, что данная шкала не является полной. Или вы спрашиваете о мотивах того или иного поступка, и в качестве мотивов называете только корыстные мотивы, и не даете каких-то других мотивов, то эта шкала будет неполной. То есть, многие люди не увидят в этой шкале того варианта ответа, который бы они хотели. Значит, то есть, это тоже важная грубая вещь. Ну, например, если вы говорите о проведении свободного времени, то и вы говорите, что это только спорт или походы в театры, ну, и в данном случае упускаете какие-то вещи, связанные с творчеством, еще с чем-то. Но это будет неполная шкала. Значит, вот тот вопрос, который вы задали, касается очень важной характеристики шкалы, как ее чувствительность. Вот вы говорите о том, что данная шкала, которую я использовал, она грубая. То есть, она недостаточно чувствительная. То есть, когда мы говорим о чувствительности шкалы, то идет речь о ее дифференцированности. То есть, какие-то оттенки. Понимаете, когда вы говорите, что вот если я не полностью поддерживаю, а только частично, то, значит, здесь я упускаю. Это как раз упрек в недостаточной чувствительности шкалы. Значит, ну, тут я сразу могу сказать, что внутри этого требования лежит и требование симметричности шкалы. То есть, условно говоря, если мы говорим о каких-то отношениях к чему-то, то количество положительных ответов должно быть равно по количеству отрицательных. Иначе мы как бы загоняем. То есть, делаем одну часть шкалы более чувствительной, а другую менее. То есть, это тоже грех социологический. Значит, к вопросу о чувствительности шкале. Ну, давайте так. Я могу дать, значит, например, скажем, 10 вариантов ответа. То есть, я могу, например, создать шкалу, в которой вообще будет 100 вариантов ответа. Например, так. Я могу сконструировать шкалу таким образом. Вот я делаю какое-то высказывание и говорю, а в какой степени вы согласны или не согласны с этим высказыванием. И дальше я даю таблицу из 100 вариантов. Нумерую их. Пожалуйста, ответьте, в какой степени, при которой, значит, при варианте ответа, например, плюс 100 означает полное согласие, минус 100 означает полное несогласие, ну, а 0 означает, значит, ну, например, затрудняюсь ответить. Или нейтрально. При этом я требую от вас большей чувствительности, чем вы способны, больше разрешающей способности, чем вы располагаете. Потому что разница между 78 и 79 для вас совершенно... То есть у вас не хватает чувствительности... У вас, как у респондента, как у эксперта, не хватит чувствительности для того, чтобы обладать всей этой шкалой. Я приведу такой пример. Когда вот из своей преподавательской практики мы привыкли к пятибальной оценке знаний. То есть пятерка отлично, двойка плохо, очень плохо единица. Так вот, даже вот в этой пятибальной системе все равно она становится по факту четырехбальной. Потому что разница между единицей и двойкой людьми отбрасывается. То есть даже классическая пятибальная шкала для оценки школьных или там студенческих знаний, она оказывается излишне чувствительна. То есть вот этот негативный хвостик, он обычно редуцируется до одного значения. Плохо. То есть по факту единицу ставят редко. А уж, например, как нас заставляли преподаватели, весь профессорский преподавательский состав университетов российских, мучился, пытаясь ответить на вопрос по десятибальной шкале. Например, оценивать какие-то качества студента по десятибальной шкале. И вот разница между семью и восьмью, мы оказываемся недостаточно чувствительными. Когда у тебя сидит сто студентов перед тобой, и ты должен каждого оценить по десятибальной шкале. по пятибальной шкале, и то трудно. Потому что обычно нам хватает более грубой шкалы. Например, опять-таки, в лучшем случае четырехбальной. То есть, как правило, шкалы бывают либо трехбальные, либо пятибальные. То есть, но в данном случае я пытаюсь оценить вашу экспертную чувствительность. Насколько вы, как эксперт, в состоянии дать, так сказать, более тонкое различие между полной поддержкой или частичной поддержкой. В чем преимущество пятибальной шкалы? Когда дается полностью согласен, частично более согласен, чем не согласен. И, значит, там более не согласен или полностью не согласен. Преимущество, безусловно, в возможности вам, вас точно определить свое место на этой шкале. Но, с другой стороны, чуть сложнее интерпретация. То есть, более грубая шкала, такая двоичная, да или нет. Она позволяет четче определить отношения. Ну, есть еще масса других характеристик шкалы, таких как точность, надежность и так далее. Я, знаете, что, вот для того, чтобы нам как бы вот эти социологические вещи с вами примерно с одинаковым уровнем знаний оценивать, я очень рекомендую тем людям, которые интересуются эмпирической социологией, составлением вот такого рода вопросов, порекомендовать то старинное издание, которым я, например, начинал, когда я начинал преподавать, и когда я сам начинал работать именно как социолог, я начал пользоваться и до сих пор считаю лучшей книжкой, которая описывает вот такого рода исследования. Это Пол Лазерсфелд, классик этого, так сказать, научного направления. Его книжка «Измерение социологии». Она была, это большая статья в сборнике «Американская социология. Перспективы, проблемы и методы». Она у меня была все время настольной, потому что я постоянно обращался к ней, когда и лекции читал по социологии, и проводил исследования. Пол Лазерсфелд. Я пользовался изданием старинным на русском языке. Эта книжка вышла в 1972 году. Наверное, она переиздавалась, но этого я уже не знаю. Очень хорошая такая добротная книжка. На мой взгляд, она одна из лучших из того, что издавалась на русском языке. Никодим Панфутич. Игорь Александрович, хочу задать вопрос, который из-за кажущейся мне нелогичности просто выводит меня из себя. Понимаете, все известные мне украинские блогеры Цымбалюк, Березовец, Золкин, Карпенко считают, что лучший вариант – это, чтобы Россия ушла со всей территории Украины и выплатила репарации. Но когда сравниваешь межгосударственные материи с бытовыми, это становится странным. Например, идти воевать за ООО «Россия» против ООО «Украина» просто глупо. Чем, в сущности, РФ отличается от ООО «Россия»? Размерами. И вот когда я сравниваю поиски убийцы, то вначале его нужно найти и схватить, судить, наказать, уничтожить для общей безопасности. И уж только потом отобрать у него украденное, оштрафовать. Когда ищут террориста, то все то же самое. Но когда речь идет о Путине, его генералах, депутатах, сенаторах, которые непосредственно виновны во всех жертвах, трагедиях, пытках, массовых и ужасных убийствах и разрушениях, то просто уйдите и заплатите. Мало того, если схватить, судить, наказать, уничтожить Путю, ИКО, так и война закончится. То есть, почему преступника подменяют неким государством, фактически снимая с них вину? Если президент ООО «Россия» преступник, то почему не наказывают преступников, а только каких-то малопричастных в Курской или Велгородской области, например? О каких территориях вообще идет речь, если на свободе бродят убийцы и террористы? Грубо говоря, если убили мою двоюродную сестру, украли ее квартиру, то я хочу, чтобы убийца был осужден или убит. А с квартирой можно разобраться и позже. Уважаемый коллега, я думаю, что ваш упрек в нелогичности украинских блогеров, журналистов, мне кажется, не очень оправдан, не очень обоснован. Вот почему. Потому что Украина публично обозначает свое требование именно по отношению к государству, к России, которая должна уйти с украинских территорий, ну и дальше выплатить. Но там я хочу обратить внимание, что через запятую одно из требований Украины и то требование, которое полностью поддержано ее союзниками, это требование наказания преступников. То есть, понимаете, опять-таки, последовательность событий. До тех пор, пока Россия не ушла с территории Украины, до тех пор, пока вооруженные силы оккупантов не разгромлены, в качестве главного требования найти и наказать преступника Путина, ну, это выглядит нелепо. Но сначала надо разгромить армию России, сначала надо добиться ее поражения в войне, именно России. И только тогда можно перейти уже к той части, которая тоже формулируется в плане, в программе украинских журналистов, украинских политиков. Обратите внимание, там всегда через запятую идет требование наказать военных преступников. А кто главный военный преступник? Путин. Поэтому здесь нет противоречия между вашими, вашей идеей схватить и наказать военного преступника. И идеи украинских блогеров. Вы просто искусственно вот эту запятую не заметили. Потому что она обязательно существует. Обязательно. Но только последовательность. У вас последовательность такая. Сначала надо найти и наказать Путина, а потом уже освобождать территорию. А это невозможно. Потому что до тех пор, пока Путин защищен всей мощью российской армии, которая, обращая ваше внимание, пока еще наступает. Поэтому каким образом наказать Путина? Выкрасть его? Ну, это отдельная история. Отдельная спецоперация, на которую никто пока не готов. Поэтому, и более того, я еще раз подчеркиваю, вы не заметили запятую, которая всегда стоит у украинцев. Да при чем тут украинцы? И у меня тоже. Я в этом смысле ничем не отличаюсь, подчеркиваю, в этом смысле, ничем не отличаюсь от Цымбалюка и других украинских блогеров. Ровно это же, я говорю, тоже разгром оккупационной армии, освобождение всей территории до границы 91-го года, репарации, запятая наказание всех военных преступников, ответственность всех военных преступников. Но это именно в такой последовательности. Ну, можно, скажем, наказание военных преступников поставить раньше, до выплаты репарации. Пожалуйста, с этим я согласен. Но сначала, конечно, разгром вооруженных сил России и освобождение всей территории. А без этого, какое наказание военных преступников? Ну, давайте выставим в самом начале требование наказания военных преступников. А каким образом? До разгрома российской армии это невозможно. И после разгрома это будет проблематично. Но уж до разгрома это точно невозможно. Так что, я думаю, что ваш упрек в адрес украинских блогеров мне кажется не очень обоснованным. не очень обоснованным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!